Девушки отдыхают Как можно в них углубиться, узнать как можно больше о том, как именно действует каждая специя, как ее правильно применять, в каких случаях использовать и так далее. Я, конечно, все это пересказать здесь не смогу и не стоит такая задача. За полчаса я могу только вас как-то ввести, тех, кто еще не введен в курс, так сказать, этой темы, как можно использовать специи для здоровья своей семьи и, конечно же, для здоровья детей. Я педиатр, как уже сказали, мама четырех детей и со специями дружу практически всю свою жизнь, потому что мы семья вегетарианцев и, конечно, для нас вегетарианское блюдо – это не нечто там в тарелке, лишенное рядом куска мяса, а это действительно вкусно приготовленное блюдо. А любое вкусно приготовленное блюдо, оно, конечно, должно содержать в себе специи. И, само собой, что я всю жизнь это изучала, не только с точки зрения кулинарии, хотя это тоже очень интересно, но и с точки зрения медицины, будучи врачом. И так как моя семья активно путешествующая, мы очень любим ездить по разным странам, а я, как врач, люблю в каждой стране учиться чему-то новому, то я всегда пользовалась специи других стран, узнавала про них и покупала их в Москву. И смотрела, как они работают уже здесь, в нашем зимнем климате. И поэтому сформировалась как бы своя система. Поэтому здесь я могу рассказать про то, что можно купить реально в Москве, не что-то такое, то, что мы найти не можем, и то, как может, ну, каждая семья ввести это в свой рацион, насколько я смогу это передать. Ну, для начала, что же такое вообще специи? Специи – это все-таки какие-то части растений. То есть это могут быть цветы, травы, кустарники, деревья. И специи, соответственно, могут получаться из разных частей этих растений. Из корней, из коры дерева, из веток, из листьев, из семян, из плодов, из лепестков и так далее. И также есть специи смешанные, там, где все эти части растений находятся вместе. И, в принципе, вот этого уже понимания достаточно, чтобы для себя примерно изучить, как будет работать та специя, которую вы соберете здесь или где-то еще купить. Например, если это семя, то семя – это, в принципе, будущее вот это растение, семя, которого мы держим в руках. И, соответственно, в нем содержатся, ну, буквально все будущие формы жизни данного растения, когда оно вырастет и станет этим, там, кустиком или деревцем. И поэтому это, ну, одна из самых, наверное, мощнейших специй, которые может использовать человек. Это именно семена, потому что это потенциал. Это скрытый потенциал, который будет реализовываться уже в нашем организме. Поэтому свойства семян, они, можно сказать, из самых широких, потому что охватывают всю систему жизнедеятельности человека. Если мы себе представим человека и наложим, примерно, рисунок тела человека на дерево, то мы тоже можем увидеть, что вот наше тело – это в основном ствол, ветки у нас уйдут в руки, а стопы и ниже уйдут в корни. И вот примерно так образно можно сопоставить и понимать, на какой больше уровень тела и также вот глубина воздействия будет работать специя. То есть какие-то острые сиюминутные ситуации достаточно решить какими-то верхними частями этого дерева. Если у нас ситуация какая-то очень глубинная или хроническая, или это застарелая уже болезнь, наследственная болезнь, или связанная с уже укоренившейся патологией изменения конституции в патологическую сторону, но уже на много лет, то нам нужна, конечно, более глубинная специя корневая. То есть семя тут, конечно же, тоже подойдет, потому что семя, как я говорила, содержит все. Но мы можем брать еще и специи глубинные, которые из корней. Там, допустим, корень имбиря или корень куркумы. То есть это будут специи, которые будут обладать очень-очень сильным воздействием на организм. И что нужно понимать, то что чем сильнее и мощнее действует эта специя, тем, конечно, большая аккуратность нужна при работе с ребенком, при использовании в педиатрии. Все-таки ребенок, он как бы нежнее, не полностью еще сформированы все системы органов организма. Есть еще что-то сформированное как орган, но не до конца раскрытые функции, потенциал функциональности. И поэтому, конечно, с детьми не стоит злоупотреблять какими-то очень мощными специями. Вот это вот одна такая вот наводочка. Вообще я начала говорить про то, что специи – это все-таки растения. Наверное, уже многие из вас, я просто не знаю, ну какой тут собрался уровень людей, кто насколько познал, кто-то, может быть, уже глубоко знает тему, кто-то вообще первый раз, поэтому мне сложно сориентироваться. Поэтому я говорю на усредненном уровне. Все-таки сейчас уже доказано учеными, есть про это книги, что все растения, они имеют свою какую-то, будем говорить общим словом, душа, какой-то свой интеллект и разум, можно даже сказать. Есть замечательные опыты, например, с акациями, может быть, вы про это читали. Когда угрожающее количество лам в заповеднике начинало обгрызать акацию, то эта акация передавала сигнал другим акациям за много-много километров от этого места. И к тому моменту, когда туда приходили ламы, то дальняя-дальняя акация выделяла уже яд защитный. И эти ламы кушали и умирали. Долгое время не могли понять, почему в заповеднике умирают ламы. Потом разобрались. То есть, когда популяции не угрожают, то, что ламы покушали, то все в порядке. Как только начинается перебор, деревья сигнализируют. Ну, это маленький пример. Таких примеров очень много. На самом деле, простые примеры у нас в быту. То есть, очень часто бывает так, что цветы, например, на каком-то месте квартиры не хотят расти. Даже вне зависимости от солнечного света, допустим. А связано с какой-то геопатогенной зоной. Или связано с взаимодействием человека и растения. Когда, например, кто-то поливает цветок, и он чахнет, а кто-то другой поливает цветок, и он вдруг расцветает. Говорят, легкая рука. Может быть, конечно, и легкая рука, но на самом деле есть такое соответствие человека и растения. И вот так же с нашими специями. То есть, мы можем, понимая это, учитывать это, когда мы подбираем себе специи. Как правильно сориентироваться при выборе. Во-первых, для начала можно почитать о ней. И когда мы читаем, и у нас внутри что-то откликается, что я хочу, это мое, мне надо это купить. Или здесь же, проходя по рынку, мы смотрим, и вдруг неожиданно куда-то тянется рука, или останавливается взгляд, и нам хочется это приобрести. Значит, скорее всего, так и есть. Бывает, что покупаешь, и даже не знаешь толком что. А потом приходишь, начинаешь читать, и в каждой строчке видишь, и это мне, и это мне, и это мне. Особенно это развито у женщин. То есть, женская интуиция нам в этом смысле помогает. Помимо чтения, надо посмотреть на картинку. Бывают растения, вид которых просто отталкивает, отпугивает. Не под каким видом не хочется это кушать и как-то использовать в лечении. А бывает, что смотришь, и очень хочется. Это тоже очень важно, визуальный контакт. Если где-то есть возможность понюхать или попробовать, это еще круче, как говорится. Потому что, если мы нюхаем, то это включается в принципы действия работы аромотерапии. И, кстати, очень много аромотерапевтических масел сделаны из специй. Даже там корица, например, и другие. То есть, мы когда вдыхаем запах, то сразу же из слизистой оболочки носа попадает это все на обонятельные луковицы. И в ретикулярную формацию мозга, и к рептильному мозгу все это попадает. И мы сразу получаем жесткий такой, вернее, мощный отклик, что да, да, нет, нет. Буквально прямо фу. Что один аромат кому-то кажется, что там пахнет, я не знаю, кошачьим туалетом. А для другого это райское благоухание. То есть, это тоже достаточно хороший способ выбрать себе специю. Также можно пробовать очень аккуратненько, буквально вот чуть-чуть, и свои ощущения. Потому что некоторые люди вот почему-то корицу, например, на дух не переносят. Или говорят, я вот солодку ненавижу, не могу ее пить, какая гадость, да. Простевию тоже много такого бывает. Анис у кого-то какие-то свои вот такие, а, не могу, не буду. Вкусовые ощущения. Кто-то наоборот, только дай, только дай. То есть, это тоже очень хороший способ проверить и на себе, и на ребенке. Скорее всего, если идет такое жесткое, сильное отторжение, то не нужно этого делать. Потому что, конечно, наш организм этого не обманывает нас, как правило. Вот. Ну, есть еще специфические тесты, такие как кинезиология. Это микрокинезиология по руке. И макрокинезиология – это большой кинезиологический тест. И прочие уже премудрости в виде биолокационных маятников. Или же просто посещение врача-юрведиста, который определит дошу по юрведе. Или врача китайской медицины, который определит архетип по пентаграмме усин. И скажет, все-таки, какие сейчас по случаю специи нужны. Это уже, ну, как бы индивидуальная консультация. Я это тоже могу делать. Но это двухчасовая консультация на одного человека. То есть, это вот все способы я вам рассказала сейчас. Как себе подобрать. Потом, очень важный момент, где какие специи купить. Для кого не секрет, что сейчас много подделок. Ну, буквально там за куркуму выдают какую-то крашеную оранжевую муку, мел и так далее. Плюс, очень много сейчас стало так называемых хозяйств натуральных, которые, ну, простите меня, на гидропонике выращивают непонятно что с электрическим светом. Это никогда не будет нести вот этой природной силы, силы солнца, которые впитывают растения. Растения живут в природном ритме, вот вместе с нами. Когда растение живет в теплице где-то, оно вообще живет непонятно где, в инкубаторе. То есть, оно не может, в принципе, помочь, потому что, грубо говоря, оно жизни не знает. Это какое-то, не знаю, что-то ГМОшное, что-то ЭКОшное, вот совершенно не жизненное. Потому что мы живем, у нас меняются сезоны года, у нас природный катаклизм, у нас может там перепад зимой в 20 градусов в природе случиться, или в жизни какой-то стресс, когда мы преодолели. У растений вот на естественной природе то же самое. И ураганы, ветра, засухи, ливни, какие-то вредители нападают. То есть, они вырабатывают весь спектр стрессоустойчивости, адаптации, которые мы, применяя эту специю, получаем себе. То есть, если эта специя вместе с нами что-то пережила, то она нам помогает тоже это пережить по принципу подобия. Тут, конечно, поэтому и говорят часто, что нужно употреблять в основном те специи, которые растут в той полосе, где ты преимущественно живешь. Поэтому они будут наиболее эффективны для тебя. Либо еще такой момент, что они тебе помогают, когда ты там. Например, мы приехали в Индию, и нам это помогает. Мы привезли это сюда, а тут оно помогает меньше. Такой тоже есть эффект, потому что, да, действительно, они работают больше в зоне своего произрастания. Но если мы много путешествуем, меняем страны, то, в принципе, весь мир наш дом, вся планета наш дом. И мы можем использовать абсолютно любые специи любых стран. Просто есть такая ситуация, как то, что их нужно адаптировать к нам. И дозировки, которые часто указаны на них, они должны быть увеличены для взрослого человека, живущего в российском климате. Понятно, что в Таиланде нет рака, нет болезни, так там надо и всего чуть-чуть, чтобы что-то подправить. А здесь, чтобы что-то подправить, уже не такой курс лечения, не такие дозировки и много сопутствующих еще лекарств. То есть это я к чему? К тому, что нужно выбрать специи исключительно хорошего качества. Например, здесь я вот сейчас покажу, кое-какие здесь купила. Также это есть индийцы замечательные, которые приводят их в Москву. Есть очень много таких магазинов. Это и кришнаитские храмы, например, при них есть магазинчики, их в Москве много. Это ведические центры, это студии йоги, на ВВЦ есть какие-то там. И есть такой Дели Базар в Москве на Флаконе раз в месяц, где туда привозят. То есть давайте будем покупать нормальные специи, потому что многие покупают непонятно что в магазине, в магните и считают, что это специя. А потом говорят, что она не работает, или она невкусная, или кто-то вообще отравился. То есть от этого тоже зависит. Вообще специи – это такое золото, наверное, медицинное, потому что реально оно приравнивается к золоту. Про это говорится буквально во всех священных писаниях. И в Хагавадгите, и в Коране, если посмотреть, то это прямо самая большая ценность, которую нам дала природа, может быть, наверное, после драгоценных камней. Все знают, что аюрведы лечат драгоценными камнями, но вот они уже от нас спрятаны глубоко-глубоко в недрах земли. А в основном хорошие травы, они ушли в горы, в Гималайи, в основном там произрастают хорошие травы. Их тоже становится тяжелее, тяжелее достать, они становятся все дороже. И как бы, ну, деградация в каком-то смысле некоторой части человечества в сторону фармакологии, она приводит к тому, что специи, они тоже, ну как, они не работают по запросу, да, по конкурентности. Есть на них запрос, они растут. Если мы принимаем таблетки, фармакологию, мы, естественно, поддерживаем фармакологический бизнес, а плюс мы убираем запрос на специю. И у человека, который лечится таблетками, специи работают хуже. Как известно всем, что после антибиотиков, например, почти не работает бактерия фагии, там вылечить человеку дисбактериоз, который наелся антибиотиков, особенно годами, ну, практически невозможно. Вот, поэтому, конечно, нам нужно использовать специи. Вопрос по поводу детей. Как вы понимаете, что ограничения вводятся искусственно по поводу того, что нельзя детям до двух лет, до трех лет эти специи? Ну, просто смешно. Почему-то детям новорожденных в больнице можно уже вкатить вакцины, можно дать кучу антибиотиков, а от специй он непременно помрет, этот ребенок. Вот понятно, что это нонсенс и бред. Конечно же, детям можно. Просто есть сильные действующие, которые нужно уменьшать дозировки, либо с определенного возраста. Как и во всем, как и с едой. Мы же не будем грудного ребенка кормить, не знаю, грибами из леса. Это все будет гораздо позже. Определенное, просто разумное приложение этих знаний. Это то же самое, что с медом. Говорят, что мед нельзя с двух лет. Но между тем есть дети, которые, например, выросли на пасеке, и они этот мед, что называется, впитали с молоком матери. Им можно это с рождения. Я такие семьи огромные знаю, и все там здоровы и счастливы. То же самое с специи. Я знаю много семей, например, где русские девушки замужем за индийцами. Они живут то в Индии, то здесь. Эти дети, они реально с рождения употребляют все эти специи, тоже все здоровы и счастливы. Другое дело, если мы возьмем обычного ребенка, московского, например, который в жизни их не ел, которого лечили антибиотиками, взяли, накормили сразу с бухты-барахты кучу специй, но, наверное, что-то будет не так, хотя не факт. То есть все зависит от ситуации. Вот, соответственно, дальше я вам хотела некоторые хотя бы специи рассказать, для чего их можно использовать и каким образом. Просто вот успела подкупить здесь, чуть пораньше приехали образцы. Вот это, например, куркума. Поскольку времени здесь мало, полчаса, я вот самые попробую основные. Прямо вот царица специй куркума. Вот это на самом деле корень. То есть о чем мы с вами говорили. То, что это корневое именно растение и будет лечить очень глубинные-глубинные проблемы. Куркума, как я говорю, это штука от всего. Это средство в доме номер один, в той семье, особенно где есть дети. Куркума лечит все, абсолютно все, от всех болезней. Как я ее в своей семье использую? Конечно, это жаропонижающее. То есть вместо каких-то парацетамолов, кто любит сбивать детям температуру, куркума ее не собьет так резко, как все эти препараты, но она поможет ее мягко нормализовать, не помешав иммунному ответу. Наоборот, она активизирует иммунные силы. Если говорить с точки зрения биоэнергетики, то она у нас вот здесь. То есть это третья чакра манипура, а это наш живот. И это, соответственно, все органы жизненно важные. Она будет нам стимулировать. Вот если брать по астрологии, то это Марс с Юпитером. То есть это очень благостная и очень активная специя, которая действует эффективно, быстро, хорошо. Это природный антибиотик. Кто борется с бактериями? У кого-то из роддома, кто рожал в роддоме, остался, например, золотистый стафилококс, стафилококкус ауреус, который не убивается ничем годами. Кто пробовал, тот знает. Куркума лечит прекрасно. Лучше хлорфилипта, лучше всего, что вы еще знаете на эту тему, золотистый стафилококк. Вообще не только. Просто это самое такое основное, что не поддается терапии. Конечно же, это противгрибковое средство. У кого есть какой-то хронический кандидоз, будь то бактериальный вагеноз, будь то какой-то наружный, кожный и так далее. Грибковые заболевания, она используется как внутрь, так и наружу. Вот, кстати, к слову сказать об использовании специи. Можно их использовать как кулинария в еду. И это самый мягкий, хороший способ, когда у вас дети постоянно получают специи по чуть-чуть, и они все время поддерживают организм как бы в чистоте и в порядке. Вот так происходит с моими детьми. Вот у меня есть стандартный кулинарный набор, который в итоге дети употребляют каждый день. Тьфу-тьфу, в добрый час будет сказано, мои четверо детей не знают, что такое болезнь и простуда. Мы живем в городе, да, мы много путешествуем, но мы не зимуем постоянно в тропиках, мы тоже живем в городе, как все люди. И мне удается с помощью специи держать практически здоровье семьи в руках, в своих. Вот, то есть против грибковой еще у нее есть спектр. Дальше. Это прекрасный очиститель. Вы же знаете, что в городе у нас у всех есть загрязнение крови и лимфы. Независимо от того, какие мы зожники и веганы, все равно, потому что мы дышим воздухом не самым лучшим. Вода, хоть у нас и фильтр, все равно остается неживой. Продукты, которые мы покупаем в магазинах, они часто вот с этих вот гидропониках, из теплиц. И масса всего все равно то и дело попадает в желудочно-кишечный тракт. И оттуда, естественно, в кровь и в лимфу. Слава Богу, если дети ваши делают зарядку каждый день и занимаются каждый день каким-то видом спорта, не меньше двух часов. Как, например, мои дети. Это основа выживания детей в городе. У нас йога, скалолазание, плавание, танцы, коньки сейчас, сноуборд. Это каждый день обязательно. Если этого нет, то, естественно, существует застой лимфы и в крови есть токсины. Это чистит. То есть куркума будет это все вычищать. Также это просто ситуация такая с аномией. Почти все городские дети имеют аномию. Ту или иную форму. Тема тоже большая, серьезная. Надо смотреть за счет чего. Но куркума может участвовать в комплексной терапии в лечении детской аномии. Также паразиты. У кого выгуливаемые домашние животные, кто гуляет на улице с собачками, лапки вы помыли, не помыли, все равно там остались личинки и яйца. А если кто-то в песочнице играет в городе, ну все, привет. То есть паразиты есть у нас у всех. Мы, естественно, делаем детокс два раза в год, осень-весна. И в течение года можно пить куркуму, она выводит всех видов глистов. То есть как бы они там не приживаются. Если вы все время идите к куркуму, ну не только ее, это просто еще, поскольку про нее зашел разговор, то глистов, соответственно, не будет. Как мы лечим горло куркумой? Мы берем просто кхи. Здесь продается тоже кхи, да, благостное топленое масло правильное. Маленький вот комочек. Туда размешиваем куркуму и в горло кладем, держим максимально долго, то есть как бы рассасываем. Пожалуйста, ангина без антибиотиков. Если дети подростки, да, у меня вот три подростка уже сейчас в семье старше, и, соответственно, они периодически парятся по поводу прыщей. Как очистить вот эту вот, да, кожу от прыщей? Мы просто смешиваем куркуму, есть варианты с медом, есть варианты с какой-то хорошей мукой. Здесь можно купить муку. Хорошая, я имею в виду, не гаммолочная, пшеничная, любая другая. Вот, и мы, соответственно, добавить туда можем еще меда. Кхи, мед и мука, например, такую вот маску. Она наносится на лицо, потом она засыхает, потом ее можно катушками такими стереть, ну и дальше тоник, увлажнить. Вот, и она вытягивает. Такая смесь вытягивает вот это из прыщей этот гной. Вот раз в неделю можно делать, можно, в принципе, чаще. То, что она желтая, красишь, ничего страшного. Она с помощью масла удаляется легко, этот цвет. Вот, что еще про нее вам сказать? Как ее еще использовать? Да, когда температура с медом и в рот, и сосать. Вот так же. Вот для всех специи я вам сейчас скажу, потому что время кончается, чтобы успеть это сказать. Вы можете это не только кушать, вы можете смешно, но смотреть на это. Один взгляд на специи уже дает лечебный эффект. Проводились эксперименты. В кругу людей, сидящих за столом, на стол ставилась трава, и люди получали уже какое-то облегчение своих ситуаций. Есть способ еще попроще, это привязывать на зоны пульса. Вот сюда, вот просто привязывается. Это так делает Аюрведа. Есть определенная система привязываний, и уже облегчение. Человек не может есть. Мало ли по каким-то причинам он не может есть. Можно привязать к пульсу. И также есть вариант намазывания на биоактивные точки. Если не заморачиваться, самое, что у нас активное, помимо лица, еще уши, кстати, язык, руки и стопы. Это самодублирующиеся рефлексогенные зоны. Соответственно, с детьми самое простое – насыпать, что вам нужно, в носки. Если вы насыпаете в носки, то будет прекрасное действие на рефлексогенные зоны. То есть специи можно не только кушать, в лечении. Что тут еще можно показать? Ну, вот, например, зира, да? Или кумин, он называется. Или по-другому индийский тмин. Это совершенно замечательная тоже штука в педиатрии. Почему вот я ее люблю использовать? И намного чего лечит. И бронхиты, и желудочно-кишечные расстройства. Всего не успею рассказать. Но она вместе с пажетником и шамбалой очень клево лечит ВСД. Это вегетососудистая дистония. Это бич наших городских детей. Почему мы круглый год ходим в ботинках? Я не предлагаю ходить, босохождение по реагентам устраивать. Вот поэтому это очень сложно. Помимо того, что мы ходим в ботинках, мы еще дома ходим по ламинату, по какому-то ненатуральному полу. И мы все время одеты. Хорошо, если мы путешествуем, и где-то можем долго ходить по песку. А если нет, то у всех детей есть ВСД. Вот эти холодные руки, ноги, потливость, там какие-то судороги, шелушение на ногах, еще что-то. Вот если внутрь принимать пажетникова нашему, по-индийски, шамбала, здесь продается, по-моему, я не купила, то соединись с кумином, то мы можем победить детскую ВСД в городе. Я не знаю, что делать. Время вышло. Давайте я вам раздам визиточки. И вы, если хотите, я могу вам потом как-то еще или отдельную ссылку дать на полноценную лекцию, длинную, трехчасовую, или еще как-то свяжемся. Потому что после меня следующий спикер, при всем желании все рассказать, я не могу задерживать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.